Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня 23 февраля 2023 год. 23.02.2023. Прямо, как говорится, зашибись для таких, как Путин. Одна символика. Или Буданов. Тех, кто цифры любит. Буданов вообще, там у него жена же целая психологиня. Откуда там села Ставыще под Киевом. Ну, то такое. Опять дал какие-то там, рассказывал, прогнозы дает. Все прогнозы дает. Как будто для этого набирали, ставили его вместо бурбы, чтобы он прогнозы давал. Ну, это, конечно. Дожились мы с вами, доборолись до самой ручки, говорит. Ну, ладно. Доборолись, так и доборолись. За что боролись, на то и напоролись. Давайте сравним две фигуры. Это Путина и Байдена. Вот это более будет серьезный такой у нас с вами анализ, потому как от этих двух фигур, так или иначе, залежит життя, повсякденное життя, бутя, щоденне бутя, для каждого з пересечних українців, який вимушений сьогодні знаходитись на цій території українській. Одні з них вже десь відсотків 12 втратили своє житло або його пошкодили. Навіть тоді більше буде відсоток. Девять мільйонів виїхало за межі України. Десь скільки, невідомо вже, навіть цифры називають, скільки стали внутрішніми переселенцями, переселенцями, да, погорельцями. Ну, много, тоже миллионы, миллионы, миллионы. За этот год, конечно, этот шобла, этот шныль, этот Путин со своей бандой гребаной кагибиской наделал страшные дела для України. Но, конечно, надо все-таки не забывать и про власть. И Порошенко пять лет профукал, по сути дела, с Турчиновым и прочими. Ну, и то же самое с Гройсманами. Про Гройсмана забыли, про Яценюка забыли, который был вначале премьер-министром при этом Порошенке. Ну, и теперь то же самое. Три года профукали при этом Зеленском. Вместе с его Ермаком и так далее. Сначала был там Гончарук, потом Шмигаль. Ну, от Шмигали по полной программе. А теперь, конечно, украинцы десятки миллионов должны кровью харкать за этих руководителей. Но, с другой стороны, сами выбирали. И вот, если сравнить Путина, вот эти его, так бы, его, как бы это сказать, перформанс, да, вот, с 20-го числа берем до 22-го. И байденский перформанс, то, конечно, если брать это как схватку, вот, ну, какую, там, типа, бои бы справил, да, то, конечно, Байден выиграл. Причем выиграл с абсолютным преимуществом. И так, несколько раз он Путина так реально в нокдаун посылал. Нокаута не было, конечно, а в нокдаун посылал. Итак, смотрите, давайте по их физическим кондициям, вот, исходным. Байдену 81-й год, Путину, типа, 71-й. Ну, никто не знает, когда этот байстрюк родился, надо его мать спрашивать, а где кто его мать, тоже неизвестно. Вот, отец там тоже, они говорят, есть, другие говорят, нет, в общем, такое. Ну, как всегда. Ну, это так, у этих всегда так диктаторов бывает. Что Шикель Грубера берите, что Джувашвили Сталина. Вот, у них везде, у всех одинаково. Ну, хорошо, давайте, то есть, по годам, конечно, Байден проигрывает. Далее, если Путин выступал на своей площадке в Москве, а вот на хорошо таком изученном поле, своем поле, в своих стенах, то Байдену пришлось лететь на другую площадку, с Америки, в другой часовой поезд, климатические условия, на самолете и так далее, и так далее. То есть, опять, вроде как, за Путиным объективное преимущество. Ну, плюс, Путин все-таки же там и этот самый, как он называется, и дзюдоист, и прочий там, и на журавлях летает, на подводках, плавает с Медведевым под водой, рыбу бьет, Волги возле Астрахани. Ну, короче, везде-везде все делает на этой своей колине ладей, ездит. Просто фантастический, да, на все руки. Наш пострел везде успел. Дядя Кузя все может. Байден тот, конечно, в этом так не преуспел в делах, но, с другой стороны, очень высоко обученный, квалифицированный. Более 30 лет был сенатором, вице-президентом и так далее. Ну, конечно, по умственным способностям, по умению анализировать, Байден тут превосходит Путина. Ну, правда, иногда он с ушедшими в мир иной здоровый, и с ними разговаривает, ну, то такое дело. Мы же не знаем, что с Путиным бывает. Может, и у него такие бывают штучки. Вот. Итак, давайте посмотрим. Прежде всего, конечно, поездка в Киев. Это была мощнейшая. Первая такая серия ударов, которые нанес Байден, прилетел в Варшаву, там быстренько прилетел на границу, и поездом приехал в Киев. Вот. То ли с Варшавы, то ли как. Ну, неважно. Приехал и приехал. В классной форме. Приехал. Сразу взял быка за рога Зеленского и по всем этим площадкам пошел, 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 пошел. В Михайловский пришел, в Марининский пошел. Везде повстречался, походил. То есть, был активным и не боялся. И не боялся. Видимо, как сказали Соливан или кто там, сказали, что предупредили они Российскую Федерацию, что Байден будет в Киеве. Когда там, ну, уже когда он фактически в Украину въехал. И так Байден свободно себе разгуливал по Киеву. Все, выступал, встречался с этим Зеленским. Все, ну, в общем, провел это на высшем уровне. Все эти встречи с Зеленским. Далее они там вместе все эти совместные заявления сделали. Четко Байден пообещал полную поддержку Украине. То есть, не скрывался. Никаких двойников с собой не возил. Ничего, ничего. Что в это время делал Путин? Ну, вот что делал, что делал. Ну, встречался с свиньями своего, единосвиньями своего единокорыта. Ну, они сидели как замороженные, как будто им какой-то укол сделали, чтобы они там не шевелились сильно. И вот он им там два часа, как уже почти такое соединение Путина, Микиты Хрущева и Фиделя Кастро, он им мозги парил. Два часа, два часа, представляете? Ни о чем. Ни о чем, только потом самое такое, что было паскудное, это заявил, что выходят они с этого договора о стратегических ракетах ядерных. И все угрожал, что у них ракеты есть и так далее. Говорят, запустили они какой-то этот сармат свой, типа он взорвался там на второй ступени. Говорят, запустили, другие взорвался. Ну, в общем, такая, как всегда темная у московитов история. А что Байден говорил? Байден сказал, оружие будем давать Украине, деньги будем давать столько, сколько надо, поддерживать будем все время. Вот вам Хаймерсы на 500 миллионов привез, вот вам новые снаряды, вот вам бюджетная поддержка и так далее, и так далее. То есть конкретный человек с конкретными вещами, конкретные делал заявления, представления, и, по сути, спасал Зеленского и слуг народа. Ну и Украину тоже, украинцам же тоже что-то достанется. Вот, ну, по сути, четко заявил, что США на стороне Украины и не приемлют вот этих наглых оккупационных действий Российской Федерации и Путина. Что дальше? То есть Путин, конечно, вот этот 20 какое там получается у нас, 20 число он проиграл по полной программе. Ну, 21-е, это он выступал, тут тоже выступал, вроде же не ошибаюсь, да, блин, тут так все быстро протекало, да. Вот, 21-го уже был он в этом самом, а Путин 21-го выступал. А что он 20-го делал? Да, фиг его знает, что-то делал. Вот, угрожал все, угрожал там и так далее. А 21-го, вот это ж он выступал под единороссами, а Байден выступал вот в этих королевских садах в центре Варшавы, в королевском замке. Ну, да, два часа, а Байден 20 минут выступал, но сказал значительно по содержанию больше, чем Путин за два часа. И получается, что? Получается, что Байден четко обозначил, что пятая статья НАТО действует, что они придут на помощь любому своему союзнику без всяких вариантов. Первое, а, Сандо же, Сандо встретил же, эту президент, чтобы приехала Молдовы, говорит, возьми под свою руку, потому как же Путин хочет войти в Молдову, говорит, меня президента выкинуть нафиг куда-то там, эту самую выгребную яму где-то нашел, видно, там где-нибудь в каких-то там коммунистических туалетах. Поэтому Сандо говорит, я ж работаю на вас, как говорится, не исчажу живота своего, ты ж меня не оставь, дорогой мой Байден. Ну, Байден что-то ж ей тоже пообещал, да? Вот, ну и там другие делали серьезные заявления, что мы никуда отступать не собираемся, год простояли, свобода и демократия прежде всего, и мы эту злую нечисть не пустим. Ну, Путин, соответственно, говорил же другое, что мы тогда по вас будете возникать, запустить можем и ядерное что-нибудь. И вышел с этого договора. 22 число. А вот тут уже начинается полная, как говорится, шарада мистика. Потому как если 21-го Путин был настоящий, то в 22-го уже царь был не настоящий. Помните, Иван Васильевич меняет профессию? Говорит, царь не настоящий, стрельцы говорят, бляха, муха, одежда настоящий. Выступал он там на этом сбеговиске, они ему сделали в Лужниках, собрали там этот всякий непотреб, достали с нафталиных, типа там каких-то там Газмановых и прочих, так сказать, пингвинов, дельфинов и остальную живность. И те там под фанеру чего-то там гундосили. Но самое интересное, что не настоящий Путин выступал всего несколько минут, там 2-3 или сколько. И говорит, тут мне сказали, что наши войска бьются на там, защищают исторические рубежи. Но такую ахинею, такое дегенератство нес, что просто нет сил. Ну, если посмотреть, вот этот, который был 21-го и 22-го, ну извините, это разные люди. То есть если Байден, что 20-го, что 21-го, что 22-го был один и тот же Байден, то Путин был не тот. То есть перед Плебсом, перед Пауперами, перед этими самыми, поставили Люмпином, поставили пролетариями ненастоящего Путина. Конечно, это просто скотское поведение. Это просто скотское поведение, блин. И вот главное, что эти граждане Российской Федерации, невзирая на то, что они как бы вроде как граждане, но никаких же национальностей у них нету. Просто они с беговоискоразвленных этносов, да, они вот это вот выдерживают. Если вы посмотрите на эти жуткие условия, где их там по снегу гонят, там охрана стоит, все как их это там сгоняют, потом там раздают им эти сосиски, жареные, поджаренные, там это еще что-то, чай дают, они там это все, типа это все вроде как бесплатно. В общем, в лучших таких, знаете, коммуно-социалистических, гребанных, шарико-швондерских традициях. Но народ хавает, хавку хавает. Народ хавает хавку. People хавает. Вот. А что делал в это время Байден, ну, настоящий, один и тот же. Он провел встречи с девяткой восточных стран, которых оттяпали у Советского Союза, тем более Латвия, Литва, Эстония, они вообще входили, были членами вот этой, уже протекторатом были в Советском Союзе. Ну, есть внутренний пояс колонии, это те, что сегодня под Путиным, а это был внешний пояс колонии, это так называемые страны протектората. Вот. И получается, что, ну, еще есть самые, потому что Украина и Литва, Латвия, это были все-таки внешние колонии, прямо скажем. А такие, как Польша, Чехия, Венгрия, там, Румыния, Болгария, вот, это были Словакия, это были, ну, Чехословакия была, не было Словакии, была Чехословакия, единое государство. Это были, так, Польша, конечно, это были страны-сателлиты, страны-сателлиты. А Украина была колонией. Ну, вот это все распалось, и штатам удалось прихватить этот пояс и сделать их членами НАТО, Европейского Союза, и теперь они ими распоряжаются. И Байден, как такой добрый хозяин, все, патерналист, он рассказывал, что, вот, и тому денег даст, и этим, все. И даже в Венгрии Орбан остался очень доволен, все поподписывал, что надо. Ну, и Байден себе в этот же день, вот, бу-бу-бу-бу-бу, 22-го и уехал. Выиграл он все раунды, конечно, у Путина, вчистую выиграл, бил его ногами, бил его руками, вот, ну, и тем более, что я же говорю, 22-го Путин сдрейфил, даже не вышел на эту арену в Лужниках, а послал своего какого-то там типа, так сказать, ну это дублер, ну такой ничтожный дублер, прямо скажем. В общем, неудачное, конечно, это все было действо. Ну, Путину оно было по барабану, ему главная картинка, что плеб собрался, кричит ура, вперед орлы, а мы за вами. Мы грудью постоим, вот Путин говорит, за вашими спинами, больше соберем миллиардов, а вы давайте, ребята, туда, в Украину, там на переработку пищей будете, да, там на украинских полях. Ну, вот такое все произошло. И 22-го вечерком Байден уже полетел обратно, но тут уже в концовочке, как говорится, танцовав, танцовав, тайны вклонився. То есть подход к снаряду, выполнение упражнения, соскок, отход от снаряда, и вот во время отхода от снаряда поднимался, поэтому он Трамп, Трапу, получается Трап-Трамп, так как будто Трамп ему что-то сделал, наврочил на Трапе. Вот, и получилось, что он на этом Трапе опять споткнулся. Когда они прилетели, то его член делегации, помощник споткнулся, чуть все их там, они не загремели, а тут уже он сам споткнулся, ну, так серьезно, конечно, ну, удержался, молодец, носом не упал, надо отдать должное, поднялся, потом быстренько раз-раз-раз, и так как в такой хорошей форме, ну, год зайца, нормально попрыгал, и все, помахал рукой, все, ребята, все нормально. Вот это у него единственный был такой небольшой прокол, а все остальное выполнил на высшем уровне Трамп, в отличие от этого Путина и его, так сказать, дублеров. Прямо скажем, Путин, ну, что Путин, ну, обхезался Путин, проиграл он Байдену. Вот, потом Трамп сказал, ой, господи, Байден сказал, говорит, ну, плевать мы хотели на то, что там он, типа, выходит с этого договора, ну, типа, выходит, приостановил действие, говорит, ну, приостановил, так пусть приостанавливает. Нам это все равно, так, как говорится, мертвому припарку, так, Соединенным Штатам, путинские угрозы, поядерные угрозы. Вот, то есть, Байден все выполнил, на что было у него запланировано, в отличие от Путина. Путин, конечно, после этого, то есть, у него недели успехов нет, да, год войны, ничего он больше не взял, Ну, молотят их по полной программе, тут еще этот, как его, Пригожин, а где Уткин, где главный, тут, вот, в честь которого по позывному назван этот, так называемый, Вагнер. Видим Байд этого, как его, Пригожина, а где Шуткин? Вот, может, Гускиным уже стал, или как. Так, короче, этот Пригожин показывает, то кладбище покажет, там, где эти христы стоят, сотнями этих всех уже ушедших, кто вот эти вот показывает сброшенные тела еще, которые в землю не закопали. В общем, говорит, ребята, за что сборолись? За что боролись, Пригожин, на то и напоролись. Ну, на фронте, короче, никаких у Путина хороших результатов нет, собрал он там этих всех шобла свое. Этот блок и очень злой на них, она злой, но они на него тоже не очень довольны. Таким образом, вот, в преддверии 24-го числа, сегодня 23-го, там, немножко опять тревоги всякие есть и так далее, ничего. Ну, этот наш, этот самый, как он называется, этот прорицатель Буданов сказал, что 23-го, 24-го, там, они должны что-то там будут бомбить. Вид, ракет 30 выпустят, она говорит, ну, вы не бойтесь, ойся, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся, да? Чук-чук-чук, разгорелся наш утюг, да? Пишет, курица с ведром заливает кошкин дом. Ну, конечно, с этим Будановым не соскучишься, с его этой психологиней. Вот, поэтому, как бы, вот, и все пока, пока так и все. Итак, подводим результаты. Результат простой, армия украинская стоит, фронт держится, Путин, как говорится, сел в большую выгребную яму, Байден его туда окунул, ногами Байден его попинал, сделал свое дело и уехал. И, таким образом, как говорится, всех умыл. А, ну, еще Путин в это время встретился с этим непонятно кем. Как-то он называется? Ваны. Шозованы, какой-то зав, канцелярии, член Политбюро. Говорит, вы член или не член, или многочлен, или вы действительный член, или корреспондент-член. Говорит, как отличить действительного члена от корреспондент-члена? Говорит, это, говорит, как вот стоит самка, а вокруг нее эти кобели. Говорит, вот тот кобель, который самка, это действительный член. А те же вокруг, это корреспондент-члены. Вот он с каким-то из этих членов из Китая Путин встретился, тот так хитро себя член этот вел, он так Путину руку типа протягивал и не протягивал, все время на себя его, и Путин бедненький так унижался перед ним, прямо аж противно было, вот, улыбался, унижался, говорит, дай мне Синдзепина, а тот говорит, ну как получится, давайте сначала по телевизору. В общем, опять Путин, конечно, не его время, опять у него окно возможностей, форточка закрылась, я думаю, ну вот такой бы я вам анализ сделал, но вы, дорогие мои, не расслабляйтесь, не расслабляйтесь, подписывайтесь на канал, правду хотите знать, смотрите Олега Игоревича, советуйтесь друзьям, если вы не будете меня смотреть, то кто же вам правду скажет? Уже везде диктатура, уже везде уничтожение, свободы слова, Зеленский говорит, свобода, демократия, а сам под этим самым дает команды всех уничтожать, все пошел по пути Януковича, Кучмы и всех, кто его учили, Кравчука, так сказать, ушедшего и прочих, вот вам, ребята, и Юрий в день, как тот говорил, да, бабушка? Вы с Олегом Игоревичем, до новых встреч!